всем привет с вами я виолетта и это мой новый хобби влог сегодня мы распакуем 4 посылочки одна из магазина черри анд ребит одна от алины плиз мы с ней обменивались раскрасками и вот эти две это просто раскраски соберется не так запакованы я думаю что он будет интересно интересно посмотреть оставлю вам в описании ссылочку на канал алины потому что у нее тоже выйдет распаковка посылки моей думаю будет кому-то интересно посмотреть ссылочку оставлю на группу где брала потому что часто спрашиваете где купить раскраски по номерам и артикулы оставлю на wildberries как я обычно стараюсь делать далее мы с вами оформим совсем небольшие разворотики прямо коротенькая будет ставочка оформление моих разворотов ежедневники на июнь месяц и потом мы с вами соберем раскраску это будет довольно интересная история поэтому досматривайте до конца я думаю что будет интересно вообще многим вот с чего бы мне начать честно говоря я не помню какая из этих посылок от алины какая с раскраской по номерам поэтому давайте откроем наверное сначала вот эту она побольше и соответственно ее как будто бы открывать должно быть интереснее опа и это у нас коробочка посылочка от магазина черри андре бит здесь конвертик с подарками все порвало хотела все красиво сделать что такое то я не понимаю они смотрите прилипло здесь конфетки как красиво кстати вот эти вообще обожаю конфетки хотя не люблю сосучки но вот эти очень вкусные вот это очень мило зайчонок и бумажечки наклеечки вот это тоже классно в том заказе тоже такое было и вкусняшка и наклеечки очень мило что это видимо ко всем заказам такое прилагается очень приятно так как вы можете догадаться там раскраска по номерам потому что я большой фанат раскраска по номерам и в последнее время конечно последнее время я прям подсела конечно нам покупки номера шик и спиралик и в общем это раскраска луни тюнс который я уже больше года хочу вернее хотела бы то что все а теперь она мне есть я не смотрела этот мультик я вообще знала что есть такая игра на планшете я в нее по моему играла но я вообще даже не знала что это мультик но здесь потрясающие картинки потрясающие персонажи они очень яркие очень узнаваемые конечно же я знаю вот этих вот баксы бани да вот эту свинку не за какой зовут вот османский дьявол наверное прям очень узнаваемый но мультика такого не поможет когда-то в детстве я прям смотрела ну честно говоря не помню но ой том и джерри а я даже не знала что он здесь есть а много интересных картинок нет здесь кстати как будто бумага другая трещь трогаем помощь и правда будто бы другая есть еще 2 том луни тюнс но я его покупать точно не буду мне одного вполне достаточно так как но я не фанатка этого фильма этой серии мультфильмов вот но интересно вот именно что такое пораскрашивать необычно есть плюс яркие цвета простые достаточно для подбора их не так много кстати говоря несмотря на то что картинки яркие многоцветные хотя здесь побольше конечно вот нормальная палитра несложно скорее всего буду здесь красить не по порядку я так думаю просто рандомно как-нибудь здесь буду выбирать на страничке не подглядывая в ответы должно быть интересно вот из ближайшего очень хочу смурфиков прям вообще мечтаю них потому что смурфиков я обожала в детстве вот и все поглядываю на фантастик для гелевых ручек все смотрю на него смотрю как все красят но сложная раскраска немножко боязно вот ну такая у меня на венчику так что еще что еще у нас это посылочка получается что от алины вообще такая была история она мне предложила купить раскраску ой так я чуть-то у или я надеюсь хорошо мне предложила купить раскраску у нее ту которую сейчас увидите я ее очень хотела на главном списке хотела как милость алина запаковала но все не решалось в общем в итоге заказала и на логобуке он там как обычно везут и тысячу лет и я подумаю что уж лучше я ее куплю алина вот а потом я вспомнила что летом у меня алина спрашивала про одну раскраску которую в общем то я и прислала я и про нее напомнила и и в общем то мы с удовольствием решили обменяться через авито очень удобно так что так что да знатоки я думаю что уже могут здесь все понять как как мило алина это все сделала вообще я не знаю какая такая прелесть я очень люблю розовые обожаю ленты они же такие классные красота тоненький очень красиво спасибо атлантис ханны карлсон у него кстати корешок тканевый даже уже и забыла честно говоря у меня потому что есть черная книжка не помню ой подарочки так мы чуть чуть попозже посмотрим сейчас полистаем раскраску я ее просто даже в обзорах смотрела честно скажу я небольшой фанат рыб мне вот именно раскрашивать чешую вот этих рыб не нравится но я большой фанат ханны карлсон вот поэтому конечно не могла пройти мимо прикольная картинка с утками лебедями лебедями какая-то цапля все равно кстати красиво мне нравится плюс издательство это прямо гипсмит здесь должна хорошо себя ввести акварель а я такое дело очень полюбила так ну и давайте посмотрим сразу подарочки алина сказала что ой их там будет немного но мне кажется подарочки это вообще всегда приятно даже когда их типа немного вот потому что все равно неожиданно приятно я такие штучки кстати оставляю использую в оформлениях потому что здесь и ну красивый принты обычно наклеечки просто великолепные не знаю где алина их находит но вы посмотрите какие они красивые супер анимешная девочка мне прям захотелось использовать где-нибудь в ближайшем времени и здесь еще такая вот визиточку ну карточка который тоже можно использовать и алина положила три вот такие наклеечки два котеночка мне особенно нравится такой космонавт наверно код и просто милашка обожаю вот такие наклейки такие картинки прям прелесть и цветочки очень мило очень прям вообще девчонки чтоб алина что алина просто просто самое сердечко так ну и заказик мой свал берез тут вообще надо очень аккуратно потому что я не уверена что там есть что-то что будет защищать раскраски они сами по себе очень тонкие я думаю что многие вообще встречали на колористическом ютубе вот такие журнальчики ой тут какая-то грязь я надеюсь что ничего тут не запачку вообще это как обычный шоколад я подаем шоколад он у меня по всей квартире и в общем то видимо он расставил прямо на пакет ну ладно так раскраски в общем вот не знаю журнал общем полянка здесь меня по 4 журнальчик а они продаются и набором 8 штук но его в наличии не было если вдруг я вам давайте артикул оставлю на 8 штук но там в этой же карточке товара есть вот по четыре там есть еще другие журналы вот но я себе выбрала именно те два набора которые мне были актуальны которые мне были нужны вот собственно давайте собачки вот это начнем 4 раскраски стоили где-то 200 рублей ну то есть 50 рублей за журнал за журнал а в киоске я подходила узнавал у нас на 190 рублей то есть на волберс получается намного выгоднее взять здесь кстати написано жену полянка номер два то есть они видимо прямо по выпуску в общем это такие пиксельные раскраски они должны быть достаточно простые здесь много белого обычно на картинку не на всех конечно но в общем да ответов здесь не нет поэтому будет вдвойне интересно чем я не знаю даже ну да я наверное буду называть вот так вот прям по номерам ведь а здесь кстати плотная обложка здесь прям совсем тонко вот это журнал номер один они даже не знают показать показать нечего потому что без ответов непонятно раскраска по пикселям номер 3 честно говоря думал что будет вот такие картинки в этом выпуске но они здесь собственно точно такие же и но это по идее должна быть номер 4 нет номер 2 я вообще ничего не поняла а тут типа детские журналы раскраска а тут раскраски по пикселям вот оно как здесь кстати как будто бы картинки больше вам так не кажется ну да будто бы побольше ну может быть и попроще не будет но здесь совсем вообще и обложка и качество вот этой вот хуже всех для детей крючка сэкономили и второй наборчик это номер три как раз таки номер два пять точно ничего не понимаю как они это делают номер четыре а я вот это я вот такой не хотела с головоломками как она ко мне попала я даже не знаю в видимо как-то попала здесь опять тоже номер два но это именно вот выпуск с головоломками там их много но а еще знаете что смотрю вот есть смотрите полянка вот такая есть такая есть полянка вот видите они двух видов короче ну ладно это разбираться и разбираться ну да это вот филворд на эти 10 животных ну как бы мне конечно 20 лет только этим заниматься вот понятно что все для детей но я брала ради пиксельных раскрасок но это кстати для детей прикольно на самом деле искать вот эти этом флажочки какие-нибудь ну вот например вот это вот чем это раскрашивать это же как бы ну лишь как бы флажочек но как бы не совсем то же самое вот здесь да но это стрелка чем-то может быть тут что-то прям должно получиться интересно вот такое кстати люблю вообще прикольно не ну ладно детей вообще отличный вариант и вот есть даже код но и такой но на такой бумаге на самом деле я вообще буду раскрашивать акриловым маркером скорее всего или фломастерами но здесь точно будет протекать потому что они прям тоненькие для меня это небольшая проблема на самом деле вот но честно говоря я думаю что они будут все-таки получше качество получше по качеству ну ладно так то вот 400 рублей на чай сколько тут 8 журналов вот 400 рублей как будто мы можно потратить на что-то более нужно на что-то более интересное ну ладно купила так купила но в общем вы десять раз подумайте если вдруг вас заинтересовало то еще поразмыслите и сейчас будет буквально трехминутное оформление не знаю захотелось мне что-то заснять и не знал куда вставить решила вставлю в хобби влог ну в общем если вдруг вам нравится оформление вам может быть понравилось в первый раз увидели то можете перейти на мой канал у меня есть отдельный плейлист где я много чего оформляю вот здесь у меня совсем такие небольшие фрагменты были буквально добавляла какие-то акценты да вот слова небольшие элементы как всегда использовала кросс стикер стикер буки очень мне нравится очень мне нравится что здесь супер тонкие наклейки которые не утолщают ежедневник это прям приятно вот и вот этот бежевый набор он теперь один из моих любимых потому что наклейки в моем духе прямо на все сто процентов даже жалко было их его использовать вот но наклейки нужно для чего-то чтобы делать красоту и давайте пока я тут все оформляю расскажу вам вообще о концепте этого месяца хотела использовать только розовый и коричневый ну скорее даже такой крафт и собственно идея у меня была в цветах и в каких-то таких вот дополнениях как всегда воспользовалась анимешной наклейкой не знаю почему почти в каждом месяце не у меня в ходу вот но люблю я вот этих всех девочек анимешных максимально моем духе и мне очень понравилась кстати страничка с плейлистом месяц она получилась такая винтажная вообще даже не в моем духе как будто бы но мне кажется смотрится весьма эстетичным вот я чуть позже пролистаю все готовые развороты и попрошу вас как всегда написать какой вам понравился больше всех чтобы вы назвали фаворитом вот и вообще если вы пользуетесь ежедневниками то напишите что вы там обычно записываете кроме своих каких-то планов может быть отмечаете настроение или записывать точно также там треки любимые воспоминания там одна строка в день и так далее вот собственно показываю готовый результат мне очень нравится в целом как выглядит месяц мне кажется он получился весьма гармоничным и и конечно мой любимый разворот это последний ну у меня частенько так бывает что плейлист месяц и лучшие воспоминания это самый интересный для меня разворот в плане какой-то вот эстетики не знаю чего-то такого вот и фразочки мне нравится тоже со смыслом я их старалась подобрать чтобы подходили под мое настроение вот хотя июня вообще не ассоциируется на самом деле с розовым и коричневым но выбрала вот такие цвета хочу еще что-нибудь в черно-белом стиле оформить и так пришло время обсудить спиральные раскраски я поняла что нет ни одной раскраски с музыкальными музыкантами с музыкальными исполнителями современности и в общем-то решила сделать раскраску сама есть сайт спирали быть там можно сделать спиральки полосочки точечки в общем все как мы привыкли очень простой сайт для использования вот в принципе я его как нашла я просто набрала сделать спираль раскраску и все им не выдала но это очень известный популярный сайт его используют не только да вот колористы а и просто те кто хотят проскрашить там ну какие-то свои любимые сюжеты и мне еще очень показалась классная идея сделать подарок на день рождения допустим раскраску с фотографиями вот я думаю что на годовщину своему молодому человеку сделаю раскраску с нашими совместными фотографиями тоже вот ее так заброшюрирую и будет прям полноценная книжка он спиральки раскрашивает на парах иногда и мне кажется это прям крутая мысль и это выходит не очень дорого если у вас есть принтер в общем я сейчас все расскажу и так я уже сделала себе две книжечки они у меня одинаковые для начала я купила бумагу вот хотела взять что-то поплотнее чтобы у меня точно там ручки не протекли и заказала на вал берез вот такую бумагу здесь 100 листов 120 грамм на метр квадратный на самом деле можно было бы взять побольше то есть там 140 или 160 потому что 120 она как бы совсем немного плотнее чем обычно офисная вот но попробуем на ней ручки как ложатся как протекать не протекать морально не будет протекать другие уже вот посмотрю по ситуации собственно 100 листов стоили там триста семьдесят рублей соответственно грубо говоря за раскраску в 25 листов 50 спирали потому что я делала двух сторон выходит там 100 рублей за бумагу наверное можно поискать дешевле вот но я честно говоря этим не заморачивалась мне нужно было чтобы побыстрее потому что я когда горю какой-то идея мне прям хочется как можно быстрее чтобы это все сделали далее я сама распечатала спиральки и отдала в центр мне подрезали ее под такой квадратный формат и заброшюрировали на пружинку металлическую если бы я взяла бумагу плотнее то к сожалению она бы уже на пружинку не влезла пришлось быть и ставить пластик у нас просто в моем районе всего два купцентра где есть металл и в одном этого только такие маленькие другом не очень нравится плюс там достаточно дорого вот и так значит 200 рублей у меня ушло на прошу рирование плюс в комплекте идет вот такая прозрачная обложка и еще вот такая вот ну как картоночками картоночка в общем эта бумага наверное фотобумага плотностью там 300 грамм на метр квадратный вот то есть себестоимость такой раскраски мне обошлась там чуть меньше 300 рублей потому что я печатала это все дома сама черно-белыми этими штуками конечно времени кучу потратила сразу скажу что все спиральки в этой бете я сохраняла ну то есть по одной штучке то есть у меня было 50 файлов и я их вот так печатала поэтому выложить их куда-то я не смогу это будет мне просто банально неудобно так что если вдруг вы хотите что-то сделать то к сожалению придется делать самим я просто не стала заморачиваться чтобы объединить эти 50 файлов в один большой какой-то там pdf файл и так далее вот потому что ну ну просто не хотела тратить лишнее время и так значит обложка это моя любимая группа космонавтов нет потому что мне кажется она идеально подошла для обложки эта картинка и поэтому так вот сделала здесь у меня перечень всего того что я себе распечатала в общем это все мои любимые и не очень любимые исполнители в общем все то что я в целом слушаю что-то я прям очень очень сильно люблю что-то чуть поменьше что-то рядом больше слушают полгода год назад так далее ну в общем-то не столь важно всего вот мне 50 спиралек а там единственно что мне где-то получилось так что случайно распечаталась одна и та же спираль вот у меня здесь какая-то вот лажа да вот видите вот это и вот это две одинаковые спирали поэтому мне пришлось тут очень немножечко переделать но целом когда ко мне приходят гости я может быть кому-то дам диппинса не раскрасит вот сама раскраска у меня получилась таким образом что вот я буду раскрашивать вот так то есть пружинка как бы сверху и так далее и вот на этой стороне тоже вот пружинка сверху мне просто так удобнее она мне мешает раскрашивать и все-таки большую часть я раскрашу как бы вот так вот поэтому я решилась сделать себе вот такой вариант такой формат туда как это полностью моя раскраска для меня я делаю все как мне удобно вот в этой книжке я заморочилась и я прям по порядку всех делаем музыкантов ну потому что мне это было важно так как допустим сижу я слушаю вечером какую-нибудь музыку решила включить не знают допустим о варе и решила что вот я хочу раскрасить именно его открывать двадцатую страничку и раскрашу его но вторую раскраску которая сделала там я уже не заморачиваюсь потому что очень устала и у меня принтер он печатает вот эти файлы так как они все разные в разном порядке в произвольном и соответственно здесь я уже просто как сделал так делать у меня сначала идут 25 в разброс h2 просто по воды потом не идут 25 в разброс тайну острова маку вот соответственно все картинки я подбирала сама то что я хотела ну то что мне это нравится вот собственно делалось точно так же но в этой раскраске есть еще полосочки потому что некоторые иллюстрации они просто не влезали в спиральку единственное что мне некоторые полосочки они вот съехали при печати то есть есть что-то ровненько есть вот немножечко криво вот как бы мне это не столь принципиально потому что это же опять же моя раскраска я ее буду сама раскрашивать вот вот так в целом по качеству мне все понравилось по крайней мере пока что единственно не такие серые и придется вот тоненькие полосочки до их тоже прокрашивать вот но я в целом частенько так делаю даже там где это не обязательно поэтому меня не столь принципиально кстати говоря бумага она такая немножко шершав шершавая и мне кажется что на нее будут хорошо ручки ложится не знаю посмотрим конечно но я так думаю что должны вот обложка выбрала эту так как здесь есть персонаж реки из h2o и девочки из третьего сезона тайна острова маку поэтому именно вот эта картинка мне на обложке вот я думаю что в этом ходе влоге я начну первую страничку здесь это мой любимый прекрасный культ карте раскрашу вам покажу что же у меня получилось чтобы вообще вы в принципе понимали стоит она того или нет я честно говоря загорелась прям этой идеи теперь постоянно хочу искать вот эти спиральки картинки для тех раскрасок которых нет например сериалы диснея там десятых годов таких как хана монтана волшебники звери в реплейс так далее также я очень люблю сериал 13 причин почему очень люблю сериал оранжевый хит сезона и спирали по этим сериалом нет также я думала сделать исполнительниц девушек вот но их намного меньше чем парней именно в моем плейлисте вот как так получилось что мне приятнее мужского слушать вот ну как есть в общем да хочу сегодня что-нибудь раскрасить я еще кстати начала пересматривать аж до вопросовой воды поэтому тоже хочется пораскрашивать но не знаю хватит ли мне на все время и так я раскрасила картинку во первых сразу скажу времени ушло очень много потому что нужно было прорисовать до каждую полосочку но это было супер увлекательно эту бумагу потрясающе ложатся ручки мне ни разу тут ничего не заело в общем я прям довольна процессом мне кажется больше двух часов у меня на это ушло но это было приятное время препровождения и как вы можете заметить картинка в целом понятное единственное что у меня вот здесь вспотела рука и отпечатали ну в общем немножко смазалась ручка потом я уже подкладывала листочек вот но в целом я думаю что ничего страшного может день такая вот здесь тоже кстати говоря мне кажется картинка получилась узнаваемой довольно проработанный я более чем довольна единственное конечно да со временем тяжко очень долго ну ничего страшного там есть картинки полегче в которых меньше фона их быстрее я думаю можно будет раскрасить вот ну не знаю посмотрим пока не решила буду здесь я по порядку красить или нет вообще мне кажется кого захочу того и сделаю вот и буду здесь отмечать ну чтобы потом не запутаться вот собственно это было все всем огромное спасибо за просмотр хобби блога с вами была Виолетта и всех обидцов обнимаю пока пока